Вчера тоже сильно стреляли, это вообще, и ночью, и днём, и с утра сильно стреляют. Да и сегодня с утра даже стреляли, я не знаю. Где что, ну слышно громко, а куда что стреляет? У меня вчера и окна дрожала. Более ста населённых пунктов находятся на линии огня. Более трёх лет здесь не утихают обстрелы. Звуки взрывов местные уже воспринимают как обычное явление. Но привычка не спасёт от ранений и смерти. Три двери пробила, две пули было вот так, два осколка, а потом третью дверь один, и в него год был. 6 февраля был год, да, как мальчика. Хороший мальчик. 15 лет хлопцу, конечно. Так ещё в хате. Як бы сказал, на улице, чи десь ишёл, чи як там, а то прям в доме убила. Вот тут перед калиткой снаряд упал. И мальчика убила. Дай Бог, конечно. По данным Организации Объединённых Наций, в течение 2017 года зафиксированы 544 жертвы среди гражданского населения. 98 убитых и 446 раненых. Показатели растут с каждым годом. За весь период конфликта с апреля 2014 года было убито 2500 гражданских лиц, в том числе 136 детей. Общее количество жертв на Донбассе превысило 35 тысяч. Основные причины – мины, взрывоопасные пережитки войны и самодельные взрывные устройства. До сегодня на Востоке не было ожогового центра. Он остался в Донецке. Сейчас функции областного выполняет ожоговое отделение Краматорской больницы. За выделенные программой ПАПа для Украины более 2 миллионов гривен, здесь сделали ремонт, которого не было с 70-х годов 20 века. Закуплено новое оборудование, отремонтированы операционные, манипуляционные и перевязочные кабинеты, палаты и санузлы. Сейчас значительно больше больных стало, потому что не боятся и доверяют нам. И очень много людей. Стало больше людей обращаться сюда. Но в прифронтовых городах ситуация остается неизменной. Люди по-прежнему не теряют надежды, что совсем скоро боевые действия прекратятся. Делают ремонт, воспитывают детей и не обращают внимания на ежедневные обстрелы. Ведь нужно жить сейчас. А что, на кругом веконце, не заховаться ничего. А где ты заховываешься, хату поднимать не будет. А где ты заховываешься, хату поднимать не будет.